Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня в принципе только одна подруга, мы общаемся с ней один-два раза в месяц, так как я живу в городе и она в деревне. Я сама здесь в деревне, она мне ничего не пишет, переписки реально, очень редко рассказывает про свою повседневную жизнь. Когда я ей присылаю видеоролики, она их смотрит редко, никак не реагирует, но при этом в жизни я стараюсь подержать разговор, пытаюсь зацепиться за любые темы, которые есть, но в итоге зачастую мы гуляем в тишине. Она очень короче и даже очень она помогает старшим, работает в лагере, у неё много друзей, она общительная, у неё такая синдром спасателя. Она рассказала мне пару своих секретов, что у меня были панические атаки, первые, как она влюбилась и так далее. Говорит, что доверяет только мне и ещё пару подругам. Но смотря как она живёт и как общается, с кем общается и как, и как она общается со мной, складывается впечатление, что я имею. Ей меня жаль. Вот она и дружит со мной, это терзает меня уже много месяцев, разрывает изнутри. Я не провязываю близости дома, у меня куча психологических травм из-за родителей, я может просто привязалась к ней, и поэтому думаю, что мы хорошие подруги. Она часто говорит, что приехала бы в город, и поэтому... Вот тут я не понял. Она часто не говорит, это цитата, она часто не говорит, что приехала в город, и поэтому мы с ней не увидели. Наверное, имеется в виду, что она не информирует о том, что приехала в город. Я вот думаю, может прекратить с ней общение, или все это мои загоны, я тут сама схожу, помогите и знакомы с ней в садик, а дружим где-то десять лет. А сколько лет вам? Не очень понял. А в данном случае, но цитация в том, что, в общем-то, если она спасательна, то вы получаете жертву, которую нужно спасать. Вот. Так и получается. И, соответственно, жертвуя – это человек, который не несет личную ответственность за свою жизнь. Это первое, да? Второе, на что вот хочется обратить ваше внимание – это то, что у вас есть, ну вот, свои проблемы, у вас есть свои трудности, и с ними нужно работать. Вот. Не имеет, как бы, в данном случае значения, общаетесь ли вы с подругой, только с одной, жалеет она вас или нет, у вас есть свои травмы, и, соответственно, с этими травмами нужно работать, их нужно прорабатывать, чтобы они вас не беспокоились. Или вам не мешали. Вот. Вот ваши комплексы, о которых вы говорите. Прямо и так далее. Дальше. Вы пишите о том, что вам кажется, что вас жалеет, а то вас терзает. Расскажите, пожалуйста, что именно происходит с вашим восприятием жалости, как именно вас это терзает. Означает ли это, что данное отношение подтверждает вам то, что вы не очень-то ценные и значимые, и подтверждает вам то, что с вами что-то не так. Вот. В таком случае нужно работать над развитием своей ценности, ощущением своей ценности и своей значимости. А это невозможно, если вы не слышите себя и не выражаете свои чувства. А я думаю, что ваши ролики, которые вы присылаете подруге, она не воспринимает так, как вам бы хотелось. Потому что вы делаете это для себя, а не для нее. То есть присылая ей ролик, вы хотите, чтобы она это как-то оценила. А не потому что вам это интересно. Поэтому переключаться здесь нужно. Да. На себя, с одной стороны. То есть, если вы чем-то делитесь, то вы делитесь тем, что интересно вам. Это правда. Но в то же время, если вы делитесь чем-то с другим, то делать это нужно для него. Я не очень в данном случае вижу трагедию в том, что вы можете погулять молча. Напротив, мне кажется, что иногда помолчать очень важно. Но вы как будто бы молчание боитесь. Это тоже достаточно серьезный момент. Чем вас пугает молчание? Неловко. Неловко. Вы бежите от неловко. Ну и наконец, всем привлекает вас подруга. Ее значимость для вас в чем. Попробуйте это выделить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.